доброе насколько это возможно время суток всем нашим слушателям и вопрос который пришел это как правильно поступать как правильно принимать решение в это непростое время и во первых я хотел сказать что я не претендую никогда на даже близко не стою к тому чтобы видеть или предсказывать будущее никогда так сказать не верю что можно к этому приближаться поэтому нужно с одной стороны принимать спокойное рациональное решение для этого нужно быть в уравновешенном спокойном состоянии насколько это возможно и с другой стороны не отрываться нужно делать это в контексте того что мы можем понять из торы и каких-то духовности которые у нас есть я вам приведу какой-то пример есть классический комментарий раши мы сейчас читали дельную голову ноах да ноах но и по-русски это где описывается казалось бы очень непонятное явление которое называется всемирный потоп ама буль и и первый пасук или то дот ноах но ищца дикта мимая бедуратау это и луки мидалях ноах да но был праведником своих поколениях и в своих поколениях раши очень известная вещь говорит я пропущу что так сказать поколение злодеев он был хорошим человеком в еш дуршиму толи гнай но есть те кто критически на него смотрят почему потому что поколение авраама как здесь написано в соответствии с своим поколением да он был праведником по сравнению так сказать с людьми вокруг него выилу а я бы дорожил евро ноимka пропуща в клюну но в поколении авраам а я вообще не что мы как-то обсуждали как можно сказать чтобы было вообще ни что и классическое объяснение то то что но был праведным человеком но не молился за свое поколение как авраам молился за дом хотя и это можно поставить под сомнение потому что всевышний сказал что поколение уже не может быть исправлена как новых мог молиться можно Он сказал, что там не было 10 человек. И мы сказали, что идея в том, что это все мы знаем. А Ноак должен был молиться. Но я вот привел еще одну идею, которая относится к этому вопросу. Обратите внимание, Раши асимметричен. Сказано, еш мера бутейну дуршим у толи шевах, ве еш дуршим у толи гнай. Есть те из наших учителей, которые смотрят дуршим, понимают и дареш, воспринимают Ноха, интерпретируют как лешевых, положительном, дословно восхваляющем ключе. И есть те, кто смотрят на него критически. И работой, но у Раши говорят, что есть среди наших учителей, которые смотрят на него положительно. А есть те, кто смотрят критически. Мне кажется, что Сфатемет, известный раввин, глава гуртского хасидизма, обращает на это внимание и говорит, что всегда на любую личность можно смотреть или положительно, или критически. Более того, можно всегда обосновать, почему нужно смотреть, так сказать, с лучшей стороны и почему нужно смотреть критически. И действительно, это не то, что, так сказать, кто-то прав, кто-то не прав. Не то, что даже есть, так сказать, половина стакана, полная половина пустая. На что вы фокусируете? Можно исправить, фокусируя человека на его сильной стороне. И он через это, так сказать, как говорил Робин Ахман, концентрируйтесь на добром, на светлом, и злое темное отпадет. Робку говорил похожие вещи. И наоборот, есть система, даже в движении Мусар была такая система, что концентрируйтесь на недостатках, на их исправлении. Мы видим, так сказать, по тех, кто когда-то воспитывал детей или каких-то студентов, что нужно указывать на недостатки, да, то есть, если все время только хвалить, не может человек просто, так сказать, почевать на лаврах, и не будет эффективного роста. Если указывать на недостатки, иногда это человека стимулирует, он их исправляет, и поэтому ешь вы ешь, есть такие, есть такие, говорит Сватемед, когда речь доходит о духовных вещах, о туре, мы не знаем, как лучше там человека учить играть в шахматы, там, я не знаю, играть в баскетбол, или учиться компьютером, или физике. Может быть, как раз отрицательное лучше, подстегивает больше. Но в духовных вещах, работейну, наши учителя говорят, концентрируйся дуршим лишевых. Потому что поэтому Раша говорит работейну только один раз. Поэтому мы должны следовать нашим учителям и видеть хорошее, видеть лучшее. И так же, как, когда мы хотим что-то исправить, нужно начинать с себя. То есть, легко сказать, а вот это он, вот они, вот те, которые вот такие, вот это из-за них, это они должны исправить. Это очень, так сказать, естественная реакция. И часто человек даже может быть прав, что действительно они те такие, в чем-то из-за них. Но это ни к чему не приводит. Потому что если человек хочет что-то исправить, он должен начинать с себя. Так же и видеть в себе хорошее, человек должен начинать с себя. И поэтому он себя должен, так сказать, дуршим лишевых. И если уж про Ноаха, да, такие, так сказать, видели в нем недостатки. И каждый, мне говорят, персонаж, каждый человек, который упомянут в Торе, и при нем были сказаны, какие ошибки он сделал. Или прямо, или мудрецы говорят, что он сделал какие-то ошибки. Все без исключения, да. Я не говорю, конечно, про людях, которые были показаны в отрицательном ключе. Я говорю про праведниках. Все делали ошибки. Да, и Авраам, Ицхак, Яков, Иосеф от Садик, он называется праведник. У него, мудрецы его критиковали, как мы говорили, за определенные вещи. И Иуда, от которого идет царство, он даже признал эти ошибки. И Муше, и Арон, и все абсолютно делали ошибки. Но мы видим, мы учимся на их ошибках, и мы дурешешевах. Потому что, конечно, положительное намного перевешивало отрицательное. Почему Тора подчеркивает их ошибки, чтобы мы так смотрели на себя. Опять же, мы читали Пасук в Куэллет. Лахто это грешить, и лахто это промахиваться. Знаете, когда из лука стреляют, промахиваются. И обычное понимание, которое правильное, что человек, который барец, который делает, хочет помочь народу, хочет помочь другим людям. Он барец, он среди людей. Он обязательно делает какие-то ошибки. И при этом он цадик, он хороший человек. И это классическое понимание. Теперь Бааль Шемтов говорит очень интересный подход. Грамматически можно сказать так, что Коль цадик бар шия сетов, что любой хороший человек, когда он делает что-то хорошее, в этом самом хорошем шило ехита. А ин цадик бар шия сетов, что он делает что-то хорошее, и в этом хорошем действии не будет какой-то промаха. Почему? Потому что мир не идеален. И поэтому даже самые хорошие намерения и самые хорошие действия могут иметь какое-то несовершенство. Когда мы смотрим на людей так, что они хорошие, хорошее, но у них могут быть какие-то несовершенства, это позволяет нам, на мой взгляд, относиться к себе и к другим людям намного более по-доброму. И когда мы относимся к людям по-доброму, нам не нужно принимать диких усилий воли, чтобы не говорить про них плохое, чтобы не чувствовать к ним что-то плохое, и, соответственно, это приходит в действие и т.д. И это очень важный подход. Я еще хочу упомянуть одну вещь. Это то, что есть много интересных параллелей в Торе. Я буду краток. Одна из них – это то, что грамматический и лингвистический потоп связан с дарованием Торы. Семь дней подготовки. Как сказано, на седьмой день начнется потоп, Всевышний говорит. И при даровании Торы семь дней облако славы покрывало гору. И потом сорок дней, сорок ночей был вот этот ливень. И сорок дней, сорок ночей Моше получал Тору. И Тейва в Торе упоминается два раза. Тейва – это арк, арка, да, вот это ковчег, да, извините, ковчег по-русски, ноев ковчег – это Тейва. И Тейва – это ящик. Тейва – это ящик вообще на евреите. Тейва – это ящик, в которой корзинка, в которую мать Моше кладет Моше. Она называется Тейва. И как она там ее, вот так сказать… Там тоже упоминаются те же материалы, только немножко там снаружи, тут внутри, я не буду вдаваться. Но те же материалы, что при построении, при строительстве ковчега. Есть Азрашот, Бешагам, Ематрия Моше, есть видят связь душу Моше и душу Ноаха, и т.д. и т.п. Но есть определенная связь. И классические, после потопа, я не буду вдаваться в технические детали, сыны, потомки Ноаха получились заповеди, да, семь законов сынов Ноаха, и после дарования Торы евреи получили, очевидно, заповеди, да. И интересно, что еще раз слово Тейва в Иврите упоминается как слово, Рашей Тейвот, да. Рашей Тейвот, любое там, Юд, Гей, Хав, Йома Кипурим, да, это Рашей Тейвот. Да, Цагаль, Цава, Ганали, Исраэль, это Рашей Тейвот, сокращение слов, да, словно, головы слов, Рашей Тейвот. Да, так Тейва это слово, слово. И так же, как в физическом мире была вот эта Тейва, ковчег, так же в духовном мире Тейва это слово, в котором мы можем находить слова Торы, слова духовности, мы можем находить спасение и прибежище. и это показывает нам, что мир может меняться. Мы не знаем, что будет. И я, так сказать, я, во-первых, очень спокойно и, в общем, так сказать, индифферентно отношусь ко всяким, так сказать, каким-то таким прогнозам, которые люди, и там есть религиозные люди, которые говорят, что вот якобы начинается Гогу-Магог. Я не знаю, может быть, каждый день может быть, я не знаю. И в прошлом я слышал много таких, так сказать, спекуляций, скажем так, потому что, ну, нет пророчества, понимаете, нет. Есть выдающиеся люди, они знают много Торы, и а кто я такой, чтобы их судить? Но пророчества нету. Это еще нету, так сказать, после разрушения первого храма. Поэтому есть у нас то, что Всевышний сказал, то, что в Танахе записано, интерпретации наших учителей, они ясно сказали, что нету ясно, это было сказано специально неясно, чтобы не было спекуляций. Много раз в прошлом такие вычисления, которые делают даже великие люди, а оказались не, так сказать, или так поняты, или просто не осуществились. Я хочу напомнить, что в 2011 году 300 раввинов, может, это привлечение из Прованса, приехали в Эрцестраэль, они ждали Машеха, Нахманит в своем комментарии, в 14 веке высчитывал какие-то даты, когда мог бы Машех прийти, и, так сказать, вы знаете, что было потом, я не должен вам говорить про всякие движения. Я не знаю, просто мы надеемся, мы очень надеемся, что, так сказать, каждый день, и это не мешает нам жить рациональной жизнью и совершать рациональные поступки. На что это похоже? Нам нужно, люди строят дом. Ну, классически, знаете, кирпичик за кирпичиком строят дом. Им сказали, что проект будет закончен, что могут быть проблемы, но проект будет закончен, дом будет построен. Но ваша задача, кладите кирпичи, стройте дом. А можно, конечно, иногда так поспекулировать, когда будет, так сказать, он построен, но каждый раз это делать, отвлекаясь от работы, я не думаю, что это очень продуктивный подход. Еще одну интересную вещь, как мне показалось, в данный момент можно сказать про то, что говорил раб в словечке «Восьмой седор» сейчас. Мы все знакомы, по крайней мере, те, кто ходит в синагогу, молитва «Алейну ли шабех». И в этой молитве «Алейну ли шабех», которая была написана на Роша Шана, на Новый год, сказана такая вещь. «Вы коль бней басар и икру бешмеха». И все дословно «сыны плоти», как они переводят «люди», «хюмяритин», дословно «бней басар», «сыны плоти», «воззовут бешмеха», признают твое имя, для того, чтобы повернуть тебе всех злодеев земли». Раф Салвича говорит, что это последовательность не случайно, что в наших недельных главах, казалось бы, какие-то эзотерические истории рассказаны про поколение потопа и про поколение Вавилонской башни. И он говорит, что поколение потопа называется «бней басар». Люди плоти – это гедонисты. Это люди, которые не интересовало ничего духовное. И они совершенно, так сказать, им было все равно, по большому счету, какая задача у мира. Они интересовались, так сказать, хорошо пожить, один раз живем. И они полагались строго, так сказать, только на материальные вещи. Но это было довольно толерантное общество. Он сравнивает это с Германией, может быть, с начала 20 века, до прихода нацистов к власти, может быть, немножко до этого. И он противоставляет этому поколение Вавилонской башни, которая, извините, называет «Решей Арец», «Злодей земли». Они были совершенно другие. Они не были изнеженные какие-то гедонисты. Это была суровая, хорошо организованная империя, где, так сказать, в едином порыве массы строили какие-то там проекты, да, эту Вавилонскую башню. И там была «Сафая хат», «Единый язык». И, кстати, исторически известно, что Ассирия, например, насаждала единый язык, переселяла народы и, так сказать, насильно их ассимилировала. И еще до этого в царстве Нимра, все были, так сказать, было только одно мнение, да, все шли вместе с линией партии. И тот, кто, так сказать, выступал, как Авраам Авину, который, про который, кстати, мудрецы говорят, что он вначале был строителем Вавилонской башни, Мебуне Амигдаль, да, его могли там бросить в печь там или как-то там Рамбан говорит, что он сидел, так сказать, где в ГУЛАГе, в какой-то тюрьме 10 лет, Медраж есть на этот счет, но это было такое тоталитарное общество, это называется Ришейха Аретс. Раф Соловейчик говорит, что есть связь, почему это в таком порядке, ну, во-первых, исторически, но в Торе не всегда все в историческом порядке, он, опять же, по своему опыту жизни в Германии видел, как вот это общество гедонистов перешло в тоталитарное общество очень быстро, да, там, буквально с 30 по 33-34 год, просто за несколько лет, и он видел, как его профессор этики вступил в Носистскую партию, и мы видим, что обе системы крайне неприглядные, крайне опасные для еврейского мировоззрения, и общество всегда взволенности, и, опять же, я очень, так сказать, большой сторонник на данный момент нормального демократического общества, не потому что я его во всем принимаю, потому что можно более-менее нормально жить, там, со всеми недостатками, но, тем не менее, нужно понимать, что есть, это не значит, что можно только на это полагаться, я бы так сказал, и про тоталитарное общество не о чем говорить, тот, кто жил в Советском Союзе, тот это помнит, и что мы можем сделать, во-первых, важно, на что мы полагаемся, когда я был в армии много-много лет назад, наверное, не то, что я там долго был, но я был на курсах, например, медиков, ховеш крови, и я помню, как такие ребята из Северного Тель-Авива просто, так сказать, вежливо смеялись надо мной, когда я пытался делать какие-то митцвод, потому что они смеялись, я хатамамин бы митцвод, анахну мааминим бы цааль, они мне говорили, мы верим в цааль, не то, что я против армии, я считаю, что нужно делать любое рациональное усилие, и мы желаем победы, конечно, всем, кто сейчас в армии, и хоть полагаем, надеемся, что они вернутся в целости и невредимости, почему это важно поднять сейчас, потому что я, так сказать, небольшой, так сказать, просмотр в интернете, очень много людей говорят, как же так, мы верили в цааль, мы полагались на цаль, что случилось, очень большая трагедия, но нужно понимать, что в этом кризисе есть всегда обновление, как мы видели с потопом, поэтому это похоже на дарование Туры, нельзя тем, что человек полагает на цааль, заменить, полагаться на Всевышнего, нужно полагаться на Всевышнего и строить сильную армию, без Всевышнего или какая армия, разведка, шаба, команд, какие-то технологические программы, без Всевышнего не могут выполнить свою функцию, и, может быть, больше людей поняли это в этот момент, и нельзя, с одной стороны, никого критиковать в этот момент, но с другой стороны, правильно, на мой скромный взгляд, подход, поднимать какие-то разумные идеи, вещи, концепции, которые могут укрепить еврейский народ, и если вы сможете смотреть на себя положительно, если вы можете укрепить веру во Всевышнего в себе и в других евреев, то вы всегда найдете ответ на этот вопрос. Спасибо. И в послесловии я еще хотел привести одну мысль, которую высказывает Рабелевиц, как из Бердичева, есть противоречия в рассказе о Нохе, если вы внимательно посмотрите, сказано, с одной стороны, что Асака Кихояши от Сева Ашем, он сделал точно то, что Всевышний ему повелел, с другой стороны, говорит, что он не вошел в Ковчег, там в Торре написано до тех пор, пока воды потопа, так сказать, грубо говоря, не обожгли его пятки. Немножко изменяю, да, но была кипящая вода, и он просто оббежал, почему туда не вошел, хотя, когда Всевышний сказал ему войти, сказано, Мектаней и Муная, Раша так говорит, что у него была, как бы дословно, он был среди людей с неполной верой, что это может, как-то может быть, он праведник, цельный, он строил Ковчег 120 лет, Всевышний говорит, говорит, что он Иш Цадик Томим, он был потрясающе праведник, как-то сочетается с тем, что он был Мектаней Муна. Есть несколько ответов, одно из них, это то, что человек, даже величайший человек, не может полностью, так сказать, поверить, что вся реальность, которая вокруг него, вдруг изменится, да, кардинально. Как, например, было во время потопа, это, то Всевышний не ждал от него этого, поэтому он был с Садик Томим, но с другой стороны, пока водопотопа его не обожгли, он не бежал, поэтому Всевышний ждет от нас больше того, чем мы можем сделать, это, кстати, относится к предыдущей части беседы, но Левицкак, Левицкак, из Бердича говорит, нет, у него была абсолютная вера, Всевышний сказал, что будет потоп, он верил, что будет потоп, почему он Мектаней Муна, я, что он, почему он не был человек он не верил, что он, Ноах, действительно может изменить ход истории, спасти весь мир, и поэтому, может быть, он не молился за других, как я это называю, комплекс галактической неполноценности, да, то есть, человек, если человек вообще не понимает, что и как, то тут, как бы, ничего нельзя сказать, но есть люди, которые понимают, но они думают, я, если бы вы меня знали, вот такой, как я есть, вы думаете, я могу что-то изменить, что изменится, если я что-то буду соблюдать, молиться, читать Тейлим, или что-то другое делать, как, почему, как я, нет, это вот есть какие-то другие профессиональные, в кавычках, евреи, вот если они делают, то, может быть, это, да, меняет, а я, как бы, что с меня взять, или, там, вы знаете, как я говорю, что если человек, там, скажем, приехал в другую страну, например, в Израиль, или в Америку, то, после двух лет, никто не пытается, так сказать, вспоминать о том, что он здесь не вырос, он не говорит на языке, и что-то там не понимает, все как могли, что-то выучили, а когда дело доходится до еврейских вещей, есть люди, так сказать, до 120 лет, вспоминают, что когда они там, они не входили в еврейские школы, у них не было того, это правда, это, конечно, влияет, но, если бы мы относились к этому так же, как, например, к другим вещам, к языку, к профессии, то мы бы, наверное, более, так сказать, продвинулись, скажем так, и поэтому нужно больше верить в себя, и смотреть на себя с положительной стороны, и еще, так сказать, как я говорил во время ковида, о людях, которые не находятся в состоянии стресса, то есть, люди, насколько это возможно, то есть, хорошо питаются, без сахара, алкоголя, без каких-то, вот, так называется, junk food, всяких, всякой нездоровой еды, они принимают решения, которые более хорошие, здравые, и в них больше помощи всего лишь, ну, спасибо,